Снова всем привет, у нас Залон Дарк и с вами Георгий Страйкс и мы продолжаем выживать. У нас вроде все идет неплохо, у нас есть шкуры волка, у нас есть шкура медведя, вот она лежит, самый наш первый медведь, которого мы застрелили в прошлой серии. У нас кончились патроны, вот оно ружье лежит, без дела можно сказать. У нас куча кишок, в медведе очень много кишок, кстати у нас что-то посушилось, нет еще, 13% за ночь все высушилось. Отлично, что мы делаем ребят, мы с вами отправляемся в долгий путь доразделывать медведя, только единственное, давайте пока мы... А, у нас топор хороший, у нас не надо ничего точить, я думал, что топор сломался. Так, у нас нет совершенно никакого оружия, нам нечем защищаться. Я надеюсь волки не сожрали нашего медведя, там очень было много мяса, я забрал с собой сколько смог утащить, все забрал, отлично. У нас хорошая погода, идем. Так. Идем, идем, идем. Я... Это что там такое лежит? А, это часть, часть камня, а я уже думал медведь тут. У нас два медведя походу было, потому что одного я застрелил, а один куда-то убежал. И я надеюсь найти второго. Так, две полоски, блин, это не очень-то, не очень прикольно. Две полоски. Я сейчас, знаете, куда иду? Сначала я проверю зайчьи капканы. Попались ли еще зайчики, нам нужны еще зайцы, потому что мы только одного поймали, и надо проверить, есть ли здесь туша медведя второго. Если это было два медведя. Если это был всего лишь один медведя, значит, я знаю, где его искать. Это что такое лежит? А, это, по-моему, протухший кролик, которого я выкидывал. Приготовленная. А, это плохая. Это плохая, крольчатина плохая, протухшая. Валяется, кстати. Никто не жрет. Никому это нахер не надо. Медведь, оказывается, очень быстро бегает. Очень быстро бегает. Туда я не ходил. Я пойду вот сюда. Он шел с этой стороны, медведь. И сюда же он убежал. По крайней мере, это было до ночи. Ветка там, да, какая-то? Я буду приглядываться, потому что мне надо найти медведя. Ну, в принципе, медведь здоровый. Мы его должны издалека увидеть. К сожалению, у нас нет никакой защиты от него сейчас. У нас ружье кончились патроны. Поэтому, если будет еще одна встреча с медведем, это будет кирдык. Так, здесь его нет. Ищем, ищем медведя. Ищем зайцев. У нас там две ловушки стоят, где кролики бегают. И медведь, видимо, кроликами и питался, потому что он туда прям приперся к нам. Так, это не он. По-моему, следующий спуск, как раз там будет медведь лежать. Он, где автомобиль, там рядом как раз и медведь лежит. Так, самое главное, ничего не сломать себе. Аккуратненько спускаемся. Аккуратненько. Вот он. Вот он, наш медвежонок, которого мы убили. Так, шкуру мы сняли, кишки мы сняли. Мясо, мясо. Это самое главное. 40 минут собрать. Еще 8 килограмм осталось, да? Я немножко замерзаю. Мы попьем водички. Петь кусков я с него стащил. Сейчас мы доразделаем медведя. У нас будет очень много в принципе. По сути, он нам нахер не нужен. Чисто теоретически у нас еды навалом, и как бы он будет только тухнуть у нас. Это килограммы эти. Но про запас, почему бы нет? Мы его приготовим, пусть он лежит. Приготовленная пища вроде как не так сильно портится. Мы спокойно с вами все это дело Так, что замерзла, что ли? Нормально пока. А, погода портится. Все. Мы полностью разделали медведя. Поднимаемся наверх. Я надеюсь найти еще одного. Блин, у нас перевес, и у нас нечем пить. Нет, давайте все-таки спустимся. Спустимся, и медведя дома оставим. Потому как ну это немного неправильно. С таким перевесом и голодным, холодным шляться еще и искать. Так что знаете, что мы сейчас делаем? Блин, волки броют. Ну в принципе все, мы медведя доразделывали. Пусть они его там дожирают, если что от него там осталось. Нам как-то все равно. Погода плохая. Точнее, она нормальная погода на одну полоску минус. Минус 3, это хорошая погода. Ну, ветер очень шумит, и я не слышу, где враги. Нам сейчас по сути-то проверить только этих самых зайцев. Если там кто попался, забрать зайца и сидеть, крафтить сапоги себе. Все, у нас как бы все планы на сегодня. Олень, конечно, нам нужен, но оленя, мы охотиться за оленем не будем, мы лучше оленя отберем у волков. То есть, пусть волки сожрут оленя, а мы уже отберем шкуру. Еда нам от оленя не нужна. Кишки только если. Кишки самые крутые от медведя. Там сразу 7 или 9 кишок, по-моему. Очень много. Очень много кишок. Я уж думал, что это кто-то враг. А это живот. Ну, живот как бы тоже враг. Голод. Так, главное, ничего не сломать себе. Блять, волк идет. Давай, давай, давай. Там волк бежит. Отлично. Но, мясо мы как бы вытащили. Но нам надо его готовить, иначе оно будет все портиться. Давайте возьмем. Да ладно, не ругайся. Все хорошо. Разжигай. Разжигай. Без топлива ты это все умеешь делать. Давай. Учись. Давай, давай, огонек, давай. Да ты что, гонишь, что ли? Ну, ты вообще беспомощная мать. Давай так, бензином польемся, запалим так. Отлично. Так, все. Надо готовить, а то, видишь, уже 64. То есть, он портится, медведь-то. Он ночь пролежал, уже портится. Хотя, по идее, там мороз такой, и он не должен портиться. Сейчас мы медведя приготовим. Кстати, надо поесть, потому что у нас голод. Медведя готовим пять часов дневного времени. Блин, мы днем, конечно, надо шляться, а не готовить еду. Хотя, не знаю, здесь так игра быстро идет, потому что не успеваю я ничего сделать, чтобы и как бы выспаться, и приготовить поесть. То есть, надо что-то одно делать, либо шляться где-нибудь, искать, открывать мир, либо готовить, сидеть. Давайте еще вот это возьмем, чтобы уж полностью приготовить. А, кстати, один там, наверное, сожрем. Да, стопроцентно у нас, в принципе. Сейчас посмотрим, как оно будет портиться. Если будет все хорошо, то будем недвижательно питаться. О, смотри, как круто, да? Только пить охота. Пить охота, это да. Пить, 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 пить. Да это, наверное, воды наберем себе. Накипятим сейчас. В принципе, время еще будет, можно еще пойти и до ночи уже сидеть, делать, крафтить этого. Как его. Крафтить сапоги себе. Единственное, что если зайчики попадутся, они там будут тухнуть и уже лежать, заморозятся, бедные. Что не есть хорошо. Так, у нас пить хочется, да? Давай попьем. Сырую мясо, конечно, есть вообще никак нельзя. так, ну вот уже намного лучше. В принципе, можно кофе закинуться, чтобы не особо уставать. Хотя у нас все равно ночь. Скоро ночь. Очень скоро ночь, блин. Целый день я потратил на готовку, но с другой стороны, на это тоже надо тратить время. Зато у нас будет запас, то есть мы на будущее как бы запасаемся мясом, у нас есть еда и это круто. Мяса очень много, очень много мяса. 41 градус у нас сейчас в домике, это очень круто. это прям жара. Так, сколько у нас мяса осталось? Наверное, еще надо набрать. Сейчас дожарим мясо, спать, наверное, ляжем и скипанем ночь. Времени у нас хватает, поэтому а на следующий день тогда мы пойдем. Заберем зайцев и будем крафтом заниматься. У нас еды уже навалом, еду я даже, наверное, поднимать не буду, даже никакую еду. Ну, кроме всяких батончиков, батончики с собой можно таскать. Так, что, две осталось, да? Давайте еще. У нас за одну ночь, да, уже? А, нет, еще пока не ночь. Палками закинем сейчас. В принципе, ничего не мешает взять керосиновую лампу и пойти крафтить с керосином. Можно это и ночью делать, в принципе. Так, давайте, наверное, еще потопим снег. Пока время костер горит. Почему бы нет? И очистим воду. Все, мы все подрассчитали. Все очень даже круто. Так. Мы голодны, мы хотим пить, мы устали. едим мясо. Очень круто медведь восстанавливает. В принципе, у нас есть еда. Все очень хорошо. Давай складируем мясо. Смотри, как засоряется, да, сразу? Загружается холодильник на полную. Практически весь битком забит. Так, с собой можно, в принципе, всякие крекеры таскать. Они немного весят. Так, и посмотрим, что у нас тут еще. Ну, ладно, это, наверное, с утра разберем. Потому что сейчас ночью. Хотя, можно и сейчас это сделать. Почему бы нет? Можно сделать и сейчас. Выкинуть все, все, что не нужно. Почему бы нет? Потихонечку у нас это тоже все тратится. Кончается даже, да, и зато нам будет сразу понятно, что у нас кончилось там. Кончилась газета. Все, берем газету. Там, а мясо не берем, у нас полно мяса. Как-то так и живем. В принципе, все хорошо, мы немного устали. 10 часов есть поспать. Но мы поспим, наверное, только часов 8. Больше, наверное, спать мы не сможем. И к утру уже выдвинемся. Выдвинемся в путь. Сколько у нас? 2 часа. выспались. еще час могу поспать. Нихрена. Не могу поспать. У нас легкий голод. Легкий голод. Что бы еще делать? Что бы делать ночью? Хочется пить. Воду-то я как бы могу дать ему. Воды у нас полно. Холодильник. Так, давай, наверное, не знаю, о, сколько мяса. Мясо. Очень много мяса. дайте вот эту баночку съедим. О, как хорошо сытость-то, а. И попьем все это дело. Все, воды у нас нету. ночью шарим по холодильнику. Давай возьмем литр. О, попили. Поели, попили. Все, нормально все. Можно дальше идти. Легкая усталость, нам надо еще часочек скипануться. блядь, нихера не вижу. Что происходит? А, вот вижу. Скипануться часочек. Во, остался уже около часа. в принципе. Погода хорошая вроде как. Там такая тишь. Да, погода вообще отлично. Хотя холодно. Минус десять. Но зато ветра нет. Можно слышать где враги. Хорошо, когда ветра нет, сразу раз и где враги. Все слышно. Все слышно. Все видно. О, нормально поставим фонарик хоть. Так, я хотел тут что-то покидать. Что-то у нас тут лишнего, да? Так, вот это я хотел выбросить. И чего-то надо еще выбросить. Хотя нет, все вроде нормально. что у нас с одеждой? Блин, одежда портится, ребят. Действие ремонт кожи и ткани. О, давайте вот, что я понял, что нам надо делать сейчас. Нам надо чинить одежду. Кожа и ткань. У нас вроде как все есть. давайте возьмем ткань. Парочку. Парочку. У нас есть кожа? У нас нет кожи? Высошенная кожа есть. Две штуки возьмем. Так, давай чинить ботинки. Хотя, блин, если мы сейчас новые скрафтим, зачем нам эти чинить? я не понимаю. Давайте тогда, что у нас плохого качества? Шарфик починим. Во, чай, шарфик починили. Хотя, да, ботинок нам еще, в принципе, далеко. Ну, давай, давай, все починим, все, шапку починим. Что нам? Кстати, когда, интересно, ну, волк рвет, да, там, где-то, на процент, наверное, пятнадцать. А если медведь? Он, наверное, там вообще в тридцатник рвет, если не больше. Может, вообще, наверное, одну одежду полностью разорвать, порвать, сломать. Все-таки медведь. Так, да, я что-то даже не хочу пока обувь делать, потому что, ну, это неправильно, я только время потрачу. Так, что надо выкинуть? Давайте смотрим. Шитье оставляем. Нам нужно шитье. Так, и шприц, наверное, сюда. Хотя шприц у нас в холодильнике, да, у нас все хранится. Спички, наверное, выкинем, чтобы я один флайер, наверное, выкинул. Хотя, у нас сейчас флайер на самом деле зря. У нас флайер сейчас сколько? Он много весит? Хотя нет, он много весит. У нас флайеры, в принципе, тоже есть. У нас же нет патронов, теперь нам надо все, все экономить. 29. В принципе, кишки быстро сохнут. Тут уже медведь подходит. Высушенная шкура. О, отлично, у нас есть шкура. И можно даже начать что-то делать из волка. Кишки у нас, сколько кишок? Раз, два, три, четыре, шесть кишок, да? Сейчас, значит, идем. Вот эта палка готова, нет? Почти. Почти готова. Так, давайте еще порядок наведем. Вот эти спички, наверное, выкину. спички. О, класс. Вообще круто. Мне нравится. Так, менее часа, да? Можно, в принципе, скипануть сейчас. Давай-ка, иди сюда. Здесь кто-то что-то рвал, почему я не могу вот это все дело прибрать? Я бы порядок навел. Спим. Спим, сохраняемся и идем за зайцами. Медведя нам уже не надо. Пойдем зайцев найдем. Вроде ветер не дует. Все хорошо. А почему наш главный герой так вздыхает? А, кстати, какие зайцы? Подожди. Блин, они правда там протухнут, если они будут валяться. Ну ладно. Ну, в принципе, зайцы-то похер, а мясо протухнет. Шкура останется, нормально все будет. Так, значит так, чтобы нам с собой не таскать, я сейчас вот это заберу. и оно будет у меня лежать, наверное, где-нибудь возле станка в том помещении, чтобы нам все это дело туда-сюда не таскать. Чтобы нам у нас все это было высушено, потому что станок-то там находится, тиски. И парочку вот этих шитье мы заберем и, наверное, заберем одну ножовку, там попилим что-нибудь. Хотя, нахер нам нужна, мы можем, в принципе, металлом и так взять. Ладно, не будем пока этого делать. А, и, собственно, сами сапоги-то. Хорошо. Грибы, пока не знаю, что с грибами. Ребята, если кто знает, что делать с грибами, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарен. Так, что у нас есть? Хотим и сухать во рту. Давайте попьем, поедим и быстренько отправимся делать дела. Давайте, наверное, кирку съедим, чтобы нам и то, и то восстановило. Нормально. Попьели, попьели. Отлично. Что у нас, кстати, по параметрам там все хорошо? У нас. Так, что у нас? Скиллы качаются? 2, 2, 2, 2, 1. У нас только огонь надо прокачаться, да? 40% у нас шанс. Маловато, я бы сказал, маловато. Надо бы хотя бы процент 60, хотя бы 70. кулинария здесь зато калорий добавляет. Сбор мяса 2, 2, 2 уровень и стрельба практически 3 уровень. Шанс критического попадания растет у нас и за починку, то есть меньшее расходуется, быстрее чеи. Очень клево. Так, все у нас, все хорошо. Давай флайер в руки и пошел. Погнали. Так, я вроде все взял, все что нужно. минус 10, и мы идем. погнали. Сейчас там все оставим, все что нужно, и пусть лежит. Если нам приспичит что-то скрафтить, мы спокойно тут будем делать. Конечно, кто-то мне скажет сейчас, а что бы здесь стоянку не сделать, да? Здесь как бы все есть, можно сразу и крафтить, и спать. Ну, блин, я люблю, когда красиво. Здесь некрасиво. Здесь реально рабочая обстановка, вот видите, нам надо, у нас 7 штук, а мы можем делать, спокойно делать. Ноги. Кстати, успеем мы сделать. Сколько часов? 6 часов. В принципе, за день, я думаю, доделаем. Я могу, кстати, больше, я могу час делать. Я могу, кстати, сделать, у нас еще даже время останется. По часу делать. Дайте, можно даже больше делать. Можно по 2 часа делать. Погода меняется. Даже погода меняется. 2 часа, 3 часа, 3 часа. 3 часа делаем. 3 часа 32. Все, по максимуму. Зато сейчас будут сапоги у нас. Сапоги самые модные, самые крутые. Хочу пить, пить хочу, ты смотри. Пить хочу очень сильно. Пить хочу, жажда. Воды попей. О, нормалек. А ну-ка. 4,3. Я так и говорил. А у нас 3,2. Ну, просто сейчас все это дело уже 79%. Не важно, собаки одеваем. Смотрим на параметры. О-ка. Офигенно, да? Круто. Очень даже круто. То есть сейчас температура воздуха в помещении минус 3, да? Или это показывается уличную? Не, уличная там минус 10 было. Температура, да, у нас с одеждой. А, вот, смотри, все правильно. Температура в помещении минус 3, а у нас по одежде 16. И 16 минус 3 получается 13 по ощущению. То есть если температура воздуха в помещении в зависимости от температуры на улице соответственно понижается, то у нас и здесь понижается. И если у нас не хватит бонусов от одежды, да, к примеру, вообще голая, то мы будем замерзать даже в помещении. Так, у нас есть самые крутые сапоги вообще с оленей кожей. И что нам надо сделать? Нам надо проверить штаны из оленей кожи. Нам нужно еще 3 шкуры. У нас их нет. И, а, все-таки 4 нужно, 4 волка. Окей, значит нам нужен один волк. Чтобы сделать волчью шубу, 7,5 у нас будет защита. 7,5. Ну-ка, давай посмотрим, сколько у нас у нашей шубы защиты. Если здесь 7, что-то там шприц схватил. 7,5. Ого! Здесь у нас при 100% ребят 3,2. А там будет 7,5. Представляешь, да, разницу? Это реально крутой скачок. Там мы не замерзнем, вообще можно будет спать просто на этом самом, на снегу. кстати, по-моему, в этом самом спальнике медведя, там вообще не мерзнешь, ни хрена. Вот спальник, мешок из шкуры медведя. Здесь у нас кишок до хера, в принципе, у нас одна шкура есть, нам надо еще одного медведя, в принципе, я думал, что второй медведь все-таки тоже ранен был, потому что это не один и тот же медведь, хотя хер его знает. Может быть, тут тоже много медведей. с медведем будет проблем, потому что у нас нет патронов на него. Это реально проблема с этим, с спальником. Возможно, нам придется, может быть, куда-нибудь вернуться, там еще залутаться на первой локации, либо пойти дальше в локацию, как она там называется, не помню. Вот. Шкура одна есть. Вот если мы бы того бы нашли, второго медведя, которого я ранил, то в принципе вот сухой молодой клен нужен. Клен-то у нас есть как раз. В принципе, можно лук скрафтить. Короче, что нам не хватает? На лук у нас есть кишки, у нас не хватает клен, он досыхает, у нас 60% там с чем-то было. На медведя у нас все есть, кроме кишки, там много есть кишок, они просто сушатся. Ткань тоже есть, не хватает еще одной шкуры, но я надеюсь, второй медведь тоже был ранен, он сдох, его надо найти просто. И волчья шуба, нам не хватает одной волчьей шубы. В принципе, самое логичное будет сейчас это найти еще одного волка. Почему? Потому что три оленя это труднее, чем один волк. Вот. И к тому же за оленем надо гоняться и как-то его убивать, либо ждать, чтобы его сожрали волки, а с волком мы можем подраться, в принципе. Хотя, не знаю, я бы не хотел рвать все эти самые свои шмотки. Давайте складируем сюда кишки, пусть они будут здесь, зато я буду знать, что они здесь. Вот. Я буду знать, что они здесь и здесь, в принципе, все круто. чтобы нам подраться с волком, нам нужно, чтобы он нас увидел, я бы, наверное, одел бы вот эти сапоги, чтобы нам не рвать вот эти. Потому что, мне кажется, на починку этих нужен будет олень. А уже не обычная кожа. Блин, это будет печаль. Почему я не могу из гаража выйти сразу? Окей, я вроде все как вытащил, да? Все, что нужно. Еды у нас нет. Пойдем. Мы скрафтили себе хорошие собаки. Сапоги. О, сколько там их. Вон один ходит. Видите? Ой, этот волк. так, ну что, в принципе, пять часов дневного времени, легкую усталость. Блять, вот. Ты, блять, специально, что ли? так, ну иди сюда тогда. я убежал. О, мне дали ачивку. Со мной шутки плохи, ты видел? Ачивку дали. Со мной шутки плохи. Конечно, плохи. Так, шестьдесят, шестнадцать. Медведь, наверное, очень долго сушится. И кишки, кишки хорошо сушатся. Так, что у нас тут? Знаете, что, а ботинки, наверное, ботинки мы, наверное, складируем. Так, наверное, палки надо выкинуть. Че они тут? Палки я, наверное, больше не буду подбирать. По крайней мере, здесь в доме полно палок. Так, вот эти ботинки мы с вами бросим. Если они лежат просто так, они же вроде как не портятся. Во! Можно складировать. Во, у нас есть обувь. Ботинки лежат тут. Кстати, я полочку не буду, наверное, ломать. А че, прикольно. Еще бы для ружья была бы полка, было бы вообще классно. Я бы ружье положил туда. Так, что у нас тут? Блин, я вот эти забыл туда положить. Ну, ладно. 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 Чтобы их не забыть, брошу их здесь. Прямо вот они вот здесь будут лежать. Чтобы не забыть, я буду знать, что они тут. так, что еще положить куда-нибудь? Может быть, аптечку себе куда-нибудь складировать? Отдельно. Хотя нет, аптека у нас вся в холодильнике вроде как. Да? Почему-то шприц сюда записался. у нас где-то была аптека. А, здесь у нас аптека и есть. Так, аптечка. Шприц, шприц, шприц. И какой-нибудь вот эта шняга тоже сюда выкинем. Все. Все лишнее выкинули. В чем? Хотим пить и легкий голод. Давай съедим медведя и попьем воды. Съесть медведя и попить воды. Банок у нас никаких, нет в морозилке. Так, батончики с собой заберем. И вот это тоже с собой заберем. Сейчас, если мы отправимся в путешествие, нам нужно будет что-то есть, что-то пить. Так, давай, наверное, мясо едим. То три восполняет, то два. Отчего-то все-таки это дело зависит. Вот газировка хорошо на три полоски прям все ползет. Так, легкая усталость у нас. В принципе, можно, блин, четыре часа опять. Четыре часа. Что будем делать? У нас все вроде сжарилось, вроде бы все сжарилось. Успею я за четыре часа туда дойти? Да вроде бы успею. Давай только воды за собой возьмем, потому что там нечего совершенно пить. Воды с собой литр возьмем. Хотя нет, два литра возьму. Все, всю воду забрал. Перевеса нету никакого. погнали. Попадется волк, значит, попадется волк. Нам надо кролика найти. Блин, вон у волка идет. Или побороться с волком, чтобы он сдох и найти волка и разделать его. А ну-ка, иди сюда, сука. Иди сюда, будем драться. Один-один, ты и я. Ты где? Иди сюда, давай, давай, пошел, схватка. Давай, сука, зарежу, зарежу, суку. Зарежу, суку. Бежим, бежим, бежим от него, бежим, бежим, бежим. 25% у нас бежать не могу, кстати. 25% он у нас снял, порвал там что-то нам. Руку сожрал. Так, смотрим сразу. Че порвал? Действие. Все правильно, ребят. Ванговал, все правильно, нужны кишки, чтобы починить, нужна высушенная линия шкура. То есть, то, что мы скрафтили, ремонт будет тоже скрафтом. Да, нехорошо, конечно, нехорошо. Надо было те сапоги одеть. Шапку порвал, перчатки порвал. Блин, плохо все. Так, ну а мы че? Мы че? Мы чинимся. Пока чинимся, он там сдохнет. Он там за пару этих сдохнет же. Так, давай тряпку возьмем. Мы сейчас починимся. Так, че самое ценное у нас? Перчатки ценные. ремонт. Там останется пару часов, мы волк найдем, разделать и успеем. Так, че у нас еще порвалось? Давай кутку. Блин, ветер только появился. Штаны давай. Не, волк это не прикольно, то, что он на нас нападает, он нас рвет просто по частям. Ну, я, в принципе, предвидел, то, что он так будет нас рвать. Чего, умирать неохота, а че такое? Устала? Ну, я не могу тебе дать поспать, ты че? Мы еще волка не заделали. А, то, что ты ранена, блин, вот я че, дурак-то. Нифига, я тут пока ченил, чуть не сдох, вот она мне и сказала, не умирать неохота. Риск заражения, ну-ка, быстрей, 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 перевязывайся. Во, все нормально. Ткани нет. Так, что у нас? О, у нас 3 часа. 3 часа. 3 часа это плохо. Давай проверим, че у нас тут. Волк, по идее, должен был уже сдохнуть. Стремно все это звучит тут. Погода хорошая зато. Снег идет, зато хорошая погода. Куда волчара убежал? По идее, далеко бежать не может. Где-то тут должен быть. Где же ты, волчара? Потная сучара. А ну-ка, выходи. Куда ты побежал-то? Сдыхать побежал. Кстати, он тут ящики я не проверял. Погода хорошая, блин. Как погода хорошая, так ночь. А ну-ка, давай. Пусто. Сюда зайти нельзя. Где волк-то? Прошлый раз он вот здесь где-то был на горе. Поднялся и сдох. Ну он же может куда угодно убежать, да? А нам надо его найти. Желательно до ночи. А может он убежал туда на лед. Тоже возможно. Кстати, я еще вот здесь кверху не поднимался. здесь у нас обычная олень бегает. Смертельная усталость. Бегать могу? Могу. Если что, убегу. А где этот волк-то, ебт? Куда он суку вообще удрапал? Ну по идее он должен сдохнуть. Я же его ранил. Он заскурил как пес последний и убежал. Может он правда выше поднялся? Блин, ну здесь его нет. Спускаемся вниз, проходим по льду. Если там его нет, значит он в ту сторону побежал. Блядь, тут какой-то спуск очень стремный. Давай аккуратненько. пока тепло можем ходить. Два часа у нас еще есть. Два часа на поиски волка. Он мог спокойно на лед побежать. Может они тут тоже бегают. Уж кого-кого волков тут полно. Интересно, а если из лука стрелять, сколько ему нужно стрел, чтобы убить волка? если сблизи с винтовки, то по идее я его с одного раза убивал. С одной пули. Это прям совсем близь. Блядь, звук как будто медведь был. Это вон тот наш дом, да? Это не наш дом. Мечереет, холодает, а я чуть не вижу нифига волка-то. Куда он делся? Тоже конечно такой рандом. Он мог убежать вообще куда угодно. А бегают они далеко. Как медведь. Я думал медведь по идее медленный. А ни хера он бегает быстрее чем я. Он там такие круги наматывал. Может сюда куда убежал? здесь никого нет. Там вроде тоже никого нет. У нас смертельная усталость ребят. Просто смертельная. Нам надо найти волка. Значит какой в этом смысл мы пожертвовали сапогами своими ради него он убежал. Не ну это неэффективно так. Это на крайняк только если уж совсем приперло и надо драться. Потому что рвет одежду такую цивильную. так сейчас мы в ту будку зайдем и поспим наверно там иначе уже ночь а волка я так и не нашел интересно а волк в капкан может попасться? приди в принципе может наверно или это очень маленький капкан было бы прикольно если мог бы попасться надо проверить у нас в принципе ветки есть древесина и кишки у нас есть капкан мы можем сделать надо обязательно проверить капкан забрать тот капкан наш там два капкана они могли быть полные уже а я что тут не был что ли ого я тут не лутался ты представляешь как я мог этот дом пропустить а здесь в принципе ничего и нету вот сейчас бы патрона бы найти было бы очень даже круто мне бы хотя бы три патрона корм для собак мы там медвежатину едим а тут корм для собак старый спальный мешок не подойдет в принципе тут больше ничего нету ну нам бы как бы это не важно потому что мы пришли в принципе его подушку сломать в принципе нам нужны тряпки чтобы чиниться давайте поспим спим и все будет норм все мы поспали мы мы устали мы хотим пить мы давайте попьем попьем поедим сначала наверное поедим вот это попьем воды во уже лучше и наверное часов 8 мы сможем поспать 7 и на этом я наверное серию закончу потому что она уже далеко за 40 минут улетела а у нас лимитка и продолжим мы уже с вами в следующей серии искать волка у нас 20 дней ребят выживание 20 дней хочется нам пить непонятно сколько часа осталось спать мы уже спать кстати не хотим не хотим спать это хорошо это хорошо поедим и попьем поедим попьем поспим нормально так и выживаем могу я скипануть не могу скипануть ну и хер бы с ним там уже светает в принципе мы можем отправляться дальше но сделаем это с вами в следующей серии поэтому оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте свои комментарии ставьте лайки и до новых встреч ребят пока пока